Для любого вещественного числа кси и для любого натурального числа n существует такое натуральное число b, не в восходящее n, b меньше или равно n, чтобы b кси минуса не больше, чем 1 мм. Это очень известная теорема о приближениях чисел. Доказательство такое. Рассматриваем числа 0, 1 и дробные части чисел кси, 2, кси и так далее, n, кси. Этих чисел, заметьте, пожалуйста, n плюс 2. Если бы, а они все расположены на атмосфере 0,1, если бы расстояние между всеми ними, они не обязательно расположены на атмосфере, в таком порядке, может быть, я как-то хитрее все, но, тем не менее, это число 0, число 1 и еще n каких-то чисел. Так вот, если бы между любыми двумя соседними точками расстояние было больше, чем 1 мм плюс 1, то из-за того, что всего здесь расстояние между ними ровное на плюс 1, получить бы противоречие отрезок линей 1, вот, значит, хотя бы какое-нибудь расстояние не больше, чем 1 мм плюс 1. Например, пусть для каких-то разных натуральных чисел b1 и b2 расстояние между дробной частью числа b1 кси и дробной частью числа b2 кси будет не больше, чем 1 мм плюс 1. Тогда вспоминаем, что такое, собственно, дробная часть, это разница между числом и его целой частью. И получаем вот такое неравенство, b1 минус b2 уложить на кси, минус какое-то там целое число, по мудрой не больше, чем 1 мм плюс 1. Ну, например, пусть у нас b1 было больше, чем b2, тогда здесь как раз натуральное число, здесь целое число, это, конечно, не больше, чем n. У нас все получилось. Если, наоборот, b2 было меньше, значит, надо под модулинг все было умножить на минус 1. Теперь, если вот такая ситуация, дробная часть b2 кси отличается от нуля не больше, чем на 1 мм плюс 1. Ну, тогда вообще, очевидно, мы в качестве числа а берем 0, а b2 кси отличается от нуля не больше, чем на 1 мм плюс 1. Тогда давайте вспоминаем, что такое дробная часть, это разница между числом и целой частью. Пишем 1 минус b2 кси плюс целая часть b2 кси. Ясно, что в таком случае в качестве b у нас, собственно, годится b, а в качестве того числа а годится число минус 1 минус целая часть b2 кси. Вот как раз будет число не больше, чем 1 мм плюс 1. Ну, вот, все доказано. Зачем эта лемма нужна для доказательства существования решения уравнения переда? Потому что в качестве числа кси можно взять корень с d. Смотрите, тогда 1 меньше или равно b меньше или равно n, это не больше, чем 1 м плюс 1. А значит, а квадрат минус db квадрат, это произведение. а минус b кси на а плюс b кси. Значит, это меньше, чем 1 мм, ну, потому что 1 мм плюс 1 меньше, чем 1 мм, а здесь тоже меньше, чем 1 мм плюс 2 м кси. Перемножая, получаем 1 мм квадратная плюс 2 кси. Не так важно, что здесь единица, жаль, я бы могла бы написать 1 мм квадратную, но не в этом дело. Важно, что величина вот эта ограничивает, и чем больше n, тем она все равно будет меняться. При росте числа n у нас вот это число будет становиться все меньше, там, маленьким, а произведение скобок вот этих вот, а минус в хранить d и а плюс в хранить d, будет ограничено некоторой константой. Значит, найдется бесконечно много пар, для которых эта величина одна и та же, и так и так еще и прочее. Можно было не пользоваться вот этой леммой, а пользоваться рядами форея или подходящими дробями. Смотрите, есть такая изменение дроби. Из видов варения, где есть подходящие дроби, известно, что существует бесконечно много рациональной дроби А в хранить на В, для которых выполнено вот такое неравенство. корень из Д минус 1 разделить на В по модулю меньше, чем 1 разделить на 2В в квадрате. И тогда смотрите, вот у нас есть это неравенство. Опять расписываем А минус В хранить плюс 2В хранить из Д. Здесь меньше, чем 1 разделить на 2В. Здесь у нас с вами 1 разделить на 2В плюс 2В хранить из Д. Значит, здесь получается оценка. Ну, хотите так, хотите так. Опять, некоторая величина, не зависящая от Н. Ну, потому что никакой Н у нас нет, а просто важно, что таких дробей бесконечно много. То есть вот это неравенство А квадрат минус ДВ квадрат меньше вот этой постоянной величины выполнено для бесконечного набора пар натуральных чисел А квадрата. Ну, собственно, этого хватает для доказательства, которое было рассказано.